Приветствую вас. Проблема, скорее всего, немножко глобальнее, потому что ваш молодой человек не знает, чего хочет, и вряд ли он в ближайшем времени захочет чего-либо. Вот, вряд ли он поймет, что ему нужно. Поэтому, если вы согласны на то, чтобы, к примеру, терпеть, такое его отношение к вам, то это одно. Если вы принимаете его, скажем так, нерешительность, то это одно. Но, если вы не принимаете его нерешительность, если вы не готовы, не готовы, смириться, то это совсем другое. Но молодой человек, скорее всего, останется темно. Останется его нерешительность, останется его неуверенность, если только он сам не увидит в этом проблему и не начнет с ней что-то делать. Вот. Дальше. Вы пишите, встречались с парнем четыре года. Четыре года – срок большой. За это время отношения либо вырастают в семейные, либо, как правило, завершаются, потому что нет развития. Вы пишите, что у вас были ссоры и что вырастали. Из-за чего ссоры были? Ну, из-за чего ссоры были? А какой лично ваш вклад в конфликты с молодым человеком? То есть вот лично вы что вкладываете? Как вы участвовали в конфликте с молодым человеком? Вот. Это очень важно понять. Потому что ссоры из ничего не вырастают. Когда вы говорите, например, что потом опять стали встречаться. Ну, для меня это вызывают вопросы. Например, вопросы, связанные с тем, были ли, какие-то решения вами приняты после того, как вы помирились с мужчиной. То есть приняли ли вы какие-то решения? Договорились ли о чем-то и так далее. То есть суть не совсем понятна. Перестали ли вы ссориться с молодым человеком? Дальше. Так. Он сам по себе человек, который не знает, чего хочет. И сегодня написал, что ничего не чувствует, больше что не любит. Но ведь мы были мир, и я чувствовал от него заботу, нежность и любовь. Это проявлялось поцеловкой и объявлений. Ну, как вам сказать. Любовь может, конечно, проявляться в этом. Вот в том, о чем вы говорите. Но не всегда, я бы сказал. То есть действия. Но именно вот действия не всегда означает любовь. Просто постарайтесь в этот момент уловить. Что если человек проявляет себя, если человек совершает действия, это не значит, что он любит. Вы чувствуете то, что хотите чувствовать. Вот. Скорее всего. Понимаете? Какая ситуация? Я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопрос. Дело не во времени. Дело здесь. Дело именно в том, готовы ли выявить человеку принимать с его такой нерешительностью и нестабильностью. Если вы готовы его принимать. Ну вот. Таким. Ну хорошо. Всё. Но если нет. То тогда выигры друг другу. Скорее всего. Не подходите. Как пара. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok